Что мне делать? Что попить моему ребенку? Помогите, пожалуйста. И это тоже очень токсичный препарат, ну вот просто, чтобы вы знали. И, конечно, все это будет отражаться на ребенке. Не умрет ваш ребенок с голоду, если пропустит там один-два приема пищи. Вы в семье главный, и вы ответственны за его здоровье, потому что он пока еще не понимает этого. Сейчас очень частый запрос, это мой ребенок постоянно болеет. Сейчас начались школы, детские сады, и ребенок два дня походит туда, а потом мамочка с ним садится на больничный. И, ну, по сути, ребенок, возвращаясь опять в сад или в школу, когда выздоровел, опять заболевает и опять больничный, и все вот так по кругу повторяется. И вот сейчас очень частый запрос именно от мам, что мне делать, что попить моему ребенку, помогите, пожалуйста. У меня, как у нутрициолога, нет ответа на этот вопрос, представляете? Нет, потому что, конечно, я могу сказать, что попейте витамин С, попейте цинк, попейте витамин Д, и это так на самом деле. Но ведь это же костыль, который вы используете, когда ребенок заболел, и он постоянно болеет. Так вот, чтобы он постоянно не болел, надо загодя работать над его иммунитетом. То есть, первое, это что ест ваш ребенок, чем вы его кормите, потому что именно из того, что мы получаем из продуктов питания, формируется наш иммунитет. Второе, это, ну, в принципе, с этого всегда надо начинать. Это как рождался ваш ребенок, потому что, если, например, у него были естественные роды, и все в порядке, и мама не была в дефицитах, у нее было достаточно ресурса в беременность, когда он наносил этого ребенка, то, конечно, иммунитет сформируется крепкий, и системы организма будут работать исправно. Но если нет, а зачастую сейчас нет, зачастую мамы дефицитные, зачастую мамы в беременности едят булки, потому что физиологическая инсулинорезистентность – это нормальное явление в беременности, зачастую мамы не следят за своим здоровьем именно во время беременности. А еще хуже – это когда в беременность, например, обостряется молочница, и вам врачи выписывают антибиотики, и вы их пропиваете. А еще хуже – это когда, например, вам в беременность не хватает железа, и вам назначают препараты железа, и вы пьете препараты железа. Кстати, на фоне приема которых обостряется молочница зачастую. И это тоже очень токсичный препарат, ну, вот просто, чтобы вы знали. И, конечно, все это будет отражаться на ребенке. Мало того, если, например, мама ест много сахаров в период беременности, то глюкоза, которую вы едите, она очень такая мелкая, она проникает через плаценту. А вот ваш инсулин не проникает через плаценту, он достаточно крупный. И фактически поджелудочная железа вашего ребенка страдает от этого. То есть, по факту, ребенок уже рождается с поломанным углеводным обменом. И, конечно, его будет тянуть на макароны, на рис. Вы будете говорить, ну, он не хочет у меня есть мясо. Ну, то есть, это все делается загодя. Иммунитет ваяется загодя. Помимо этого, что надо понимать? Что есть, например, иммуномодуляторы, которые работают не здесь и сейчас. Они работают вот, ну, какое-то время. И они модулируют иммунитет. А есть иммуностимуляторы, которыми вы кормите своего ребенка в период, когда он заболел. И иммуностимуляторы – это не история про иммунитет. Это история про справиться здесь и сейчас с каким-то вирусом и бактерией. Поэтому первое, с чего бы я начала, особенно если беременность была не очень, ну, так скажем, благополучной, это чем вы кормите своего ребенка. Потому что именно из этого будет формироваться его иммунитет. Достаточно ли у него белка в рационе? Потому что иммунные клетки – это по факту белок. Достаточно ли у него жиров в рационе для того, чтобы его слизистые имели возможность защититься от вируса, потому что вирус именно на слизистые проникает. Если она рыхлая такая, несостоятельная, слабая, то, конечно, ваш ребенок будет все цеплять. И поэтому вопрос к тому, что попить в период, вот, когда ребенок заболел, это, конечно, вопрос к нутрициологу. Но больше нутрициолог, грамотный нутрициолог помогает вам спланировать ваш образ жизни, ваш рацион питания, ну, то есть все то, что, в принципе, вы должны делать. И когда мне мамы говорят, вот, очень часто это такое, знаете, я вообще, ну, так, в кавычках люблю вот эту фразу, он ничего не хочет, он ничего не ест. Ну, как бы, понятно, что он ничего не ест, потому что если в доме есть макароны, если в доме есть рис, если в доме есть сладости, конечно, он будет этого хотеть. А если, например, в доме этого нет, и вы все вместе, всей семьей едите, например, там, мясо с овощами, то он раз покукожится, скажет, я это не хочу, не хочешь, иди, два, а потом он сядет. Давай мясо, давай мясо. И за милую душу съест мясо с овощами, потому что он просто голодный, и все. И не умрет ваш ребенок с голоду, если пропустит там один-два приема пищи. Но зато он научится правильному пищевому поведению, которое будет формировать его иммунитет. И об этом тоже надо не забывать, что все пищевые привычки вашего ребенка формируются вами, и это ваша зона ответственности. Никак по-другому. Не он выбирает, вы в семье главный, и вы ответственны за его здоровье, потому что он пока еще не понимает этого. Еще один момент, это так называемые вторичные выгоды. Это уже из области, конечно, психосоматики, но тем не менее это огромное значение имеет. Понаблюдайте, когда ваш ребенок болеет, меняется ли к нему отношение. Потому что когда он не болеет, то недостаточно времени, например, чтобы с ним там посидеть, чтобы его погладить, чтобы к нему поприкасаться, чтобы пообращать на него внимание. Когда он начинает болеть, то как раз вот это внимание, вот эта забота ему обеспечены. И мама дома, в общем-то, да? Когда он не болеет, ему запрещают, например, возможно, там много сладкого, или там играть в игры в смартфоне. А когда он болеет, ему все это разрешают. И вот у ребенка формируется на уровне психологии такая вторичная выгода. То есть, если я заболею, то, во-первых, там мама с папой не будут ругаться, мне будет больше внимания уделяться, ко мне будут чаще прикасаться, мне будут разрешать то, что не разрешают в обычной жизни. И тогда у ребенка формируется на уровне психики, это бессознательно происходит у него, что я заболею. Я заболею и получу свою порцию внимания. Поэтому понаблюдайте за этим моментом, он тоже крайне важен.